Всем привет! Я Слава, который стажер. Совсем недавно вышла новая фича Яндекс.Браузера. Пересказ видео. Это как пересказ текста, только теперь работает из видео. Например, я нажимаю на волшебную кнопочку. Вот тут. И нейросети Яндекса составляют для меня смысловую выжимку. Читаю краткий пересказ и перехожу по тайм-коду сразу к нужному моменту. И с тех пор я практикую новое правило видеосмотрения. Сначала читай, потом смотри. Фича позволяет читать видосики длиной от двух минут до четырех часов. Как на компе, так и на мобилке. Привет! Привет! Ты поспала? Буквально десять минут поспала. Ну так? Как сон? Булочку мою. Ага. Младенчикус. Младенчиха. Что, ты рассушила это слово? Младенчиха. Получается, есть младенец. Это мужской род, а для девочки. Младенчиха. Леночка, ты наш. Где мой сладенький? Гу. Гу. Скажи, гу. Гу-гу. Гу. 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 Что же сказать, ребята? Всем привет! Я вообще не планировала снимать влог сейчас, но увидела, как мило она лежит. Подумала, что я должна это записать. Скорее всего, у нас скачок в развитии. Скачок в развитии, роста, как это называется, не знаю, но это сложный период, скорее всего. То, что у нас сейчас вот так лежит, это прям вообще, можно сказать, эврика, открытие. Потому что, ну, во-первых, у нас здесь до этого висела другая, другой мобиль, мобиль, как правильно. И он не особо заходил Анютке, потому что он весь бежевый, с овечками. Ну, помните, он красивый, но он позже, я думаю, будет заходить. Сейчас он ей как бы нафиг не интересен, поскольку она его, наверное, даже особо не различает. Хотела бы сказать, что вот эти вот бортики, кто-то говорит, не делайте эти бортики в кроватку, это вообще кошмар. Ребенок, блин, задохнется, ля-ля-ля. Ну, я не знаю, если честно, как это возможно. Честно, вообще не понимаю. Ну, в смысле, это, конечно, кошмар, не хочу представлять и понимать. Но просто вот даже элементарно рассказываю о том, что она очень сильно крутится. Она такой прям сильный малыш у нас. Она так не воткнется, короче, чтобы прям, знаете, воткнуться носом в подушку, чтобы вообще, типа, не дышать через нос. Ну, то есть это, я не знаю, короче. В общем, у нас есть эти бортики. Ну, понятно, не везде. Там около нашей кровати, где мы ее кладем, там нет этих бортиков. Но здесь они обязательно нужны, потому что вот эта хрень твердая. И суть в том, что когда я кладу на живот, она бывает на одну сторону больше, может как-то, ну, короче, наваливаться и может удариться. Я эти бортики оттуда сняла и постелила сюда, потому что я сюда часто ее выкладываю на живот. Вот здесь довольно-таки хороший такой твердый матрас, ну, поверхность. И здесь хорошо ее на животик я кладу. Вот туда где-то вот так кладу, как она, в принципе, лежит чуть подальше. И головой сюда, и игрушку вот эту я ставлю. Она на него смотрит, она его любит. И она очень хорошо уже высоко поднимает голову. Ну, собственно, то, что высоко, просто хорошо держит. Я, как всегда, пофиншую, черный белливчик на белую кофту, но пофиг. В общем, надеюсь, что эта музыка не сильно вас отвлекает. Она очень хорошо помогает Анютке успокаиваться. В общем, надеюсь, что вы меня так хорошо слышите. Где-то 3-4 дня назад мы перестали давать ей биогайю, эспумизан бэби и укропную воду, потому что ей уже, ну, типа, больше 6 недель. А нам педиатр сказал, что в 6 можно, как бы, прекратить давать. Вот, ну, и, типа, мы посмотрели уже, все хорошо. Мы подумали, что, ну, наверное, зачем давать? Скорее всего, ну, как бы, от этого уже не толк. Да и зачем долго давать? Короче, сильно долго давать тоже не хочется, потому что все равно всякие эспумизаны, ну, типа, это, ну, типа, лекарства, не знаю. Ну, короче, в любом случае, вы понимаете, о чем я говорю, что хочется поменьше всяких вот этих добавок, недобавок. Понятно, если это полезно и на пользу, то хорошо. Ну, мы подавали, ну, в смысле, подавали, мы давали месяц все это. И Биогайо, и Эспумизан, и этот, господи, укропную воду. И ей уже стало лучше, мы уже забыли, что такое колики, если честно. Ну, вот такие вот, знаете, трешовые, потому что от коликов у нас, ну, если это и колики были, то такое, типа, она, ну, пахныкает чуть-чуть, покапризничает, как будто бы ее что-то беспокоить, ну, не сказать, что сильно, и помогало просто ее на ручках держать. Последние дней 10, ну, может, поменьше, наверное, ну, неделю точно. Она очень много времени проводит у меня на руках, то есть мы прям, знаете, приросли друг к другу, если честно. Короче, мы прям очень много времени проводим с ней вместе, она у меня на руках, я постоянно к себе приклеиваю вот эту подушку для кормления, ну, как приклеиваю, пристегиваю, беру вот эту подушку на руку, которую, и просто все, и с ней хожу, сижу, монтирую, не знаю, ну, все, короче, ем, просто все. Вот ее как будто бы, типа, газики мучили, знаете, мы такие подумали, что, ну, это газики. Вот вчера у меня было такое мнение, что, наверное, газики. Но она в течение дня, и вот когда мы ходим на наши процедуры в ванной, так сказать, все выходит, все нормально, массажики, все вот эти делаем, все получаются, все уходим. Хотя все равно есть ощущение, что там что-то еще есть, что не выходит, ну, грубо говоря. Но все равно она иногда, вот последние два дня было, и сегодня тоже она так орала, просто кошмар в какой-то момент, просто ничего не предвещает. Например, я ее кладу на пеленальный столик, просто она была на руках, я ее положила, и она начинает орать, становится фиолетовой, красной, как будто бы у нее колики, вот как в тот первый раз, руки вот такие вот. Но я просто не знаю, типа, с чем это связано, в том плане, что она точно сыта, потому что я, например, только что покормила у нее сухой подгузник, либо мы пришли как раз его менять. Ну, короче, это тоже не в этом дело, из-за подгузника ты вот так вот орать не будешь. Ну, это буквально даже, ну, типа полминуты она так не орет, я не знаю, может, секунд типа 5-10, но это все равно не норма, понятное дело, потому что норма это когда ребенок чуть-чуть пахныкает, и все. Короче, вчера она плакала даже какой-то момент так, что со слезами. Она обычно, если орет, что-то ей не нравится, что-то беспокоит, нет слез, то есть она просто поорала, как бы все. Я подумала, что может газы, колики, не знаю, потому что вчера я делала ей такой, типа, процедурку, так сказать, когда ножки подгибаешь, что я помассирую животик, подгибаю ножки, и таким образом у нас газики отходят. И я и так начала делать, причем очень медленно. Ну, я всегда делаю медленно так, что типа, ты что, ты что, понятное дело. Я медленно и начинаю ноги поджимать к животу, и она начала плакать, то есть ей прям больно стало. И я не понимаю. И она ведет себя странно последние три дня. Ну, в смысле, я думаю о том, что, ну, не может же такое быть, что вот ее прям все три дня... Не, ну, может быть, и может, что ее три дня мучают там какие-то газы, но они же, типа, отходят. Ну, то есть, короче, сейчас вот такой у нас период сложный. Сегодня семь недель полных и пять дней. Ну, то есть идет восьмая неделя. И я не знаю, типа, как вот сказать, верю, не верю. Просто обычно, типа, отношусь к вот этим скачкам роста. Есть такая таблица, и что, типа, в эти скачки роста, которые как раз-таки восьмая-девятая неделя также выпадают, ребенок может, там, не знаю, быть очень капризным, много плакать, плохо спать, плохо кушать, плакать без причины, ну, короче, быть таким беспокойным. И вот я не понимаю. То есть мне кажется, у нас все-таки есть какая-то, ну, типа, газики, может, какие-то, которые мешают. Но опять же, такие три дня в туалет она ходит, все хорошо, она ест, я не знаю, газы отходят. То есть и она такая с утра до ночи, с утра до... То есть если колики, например, да, она днем может быть беспокойная, но все равно... Да, уже днем бывает понятно, что ночью будет, например, какая-то джага с коликами, ну, вот как было раньше. Но все равно, как будто бы, не знаю, как будто бы у нас сейчас идет вот этот скачок роста, развития. И я не знаю, как, типа, на 100% его определить. То есть я, наверное, только позже смогу сказать, что да, ребят, это 100% у нас был скачок вот этого развития, роста. Вот, по поводу сна, не знаю, что сказать. В целом спит она... Ну, она не скажу, что хорошо спит, но ночью она нормально спит. Просто она спит, например, не три часа, и потом еще, например, три часа, допустим. А, типа, каждые два часа, например, она просыпается. Каждые два, два с половиной часа, вот так вот. До вот этой ситуации, которая длится у нас последние три дня, я уже хотела сказать, что у нас с ГВ все стало прям супер налаживаться. Потому что сейчас, ну, даже все равно, несмотря на вот эти вот сейчас ситуации, когда она бывает такая капризная, нервная, просто то, что она сейчас лежит, это... Я не знаю, как так вышло, но вот круто. Она очень часто просит грудь. Ну, даже, как сказать, очень часто просит, типа, давай, давай, давай. Просто я ее кормлю не каждые три часа, например, а каждые полтора часа. У меня грудь даже не успевает как-то, знаете, налиться, наполниться, чтобы я такая, ой, типа, грудь аж болит, какая наполнена. Нет, вообще не помню, когда такое было. Мне кажется, она постоянно у меня... Хотя у меня нет ощущения, что она постоянно у меня на груди висит, но я прям вижу, что она просит поесть. Именно, не соску, соску она выплевывает. То есть она прям просит поесть. Я ее прикладываю, она ест. Прям ест, с глотками, насыщенными, полноценными. Можно подумать, что, типа, она не наедается моим молоком. Я бы так подумала, если бы она не весила почти 5,5 килограмм. Она очень хорошо набирает весе. Поэтому так я тоже не могу подумать, что у меня там какое-то несытное молочко. Например, 100% сытное. Еще из интересностей мы начали давать ей воду. Я не знаю, показывала я вам или нет. Да, в прошлом влоге я вам показывала. Она начала пить. Все, она берет бутылочку очень хорошо. И, знаете, я подумала, что вдруг она сейчас начнет отказываться от груди из-за бутылочки. Но нет, она абсолютно нормально берет бутылочку, пустышку, грудь. То есть она различает все это. Она какой-то гений младенческий. И бывает такое, что, например, я ей дам водички попить. Потом я ей сую пустышку. Ну, мало ли там она кричала, допустим. Она выплевывает пустышку, начинает плакать. Я ей даю грудь. И она все это знает, что это все разное. Хотя я думаю, блин, что я вообще просто, знаете, сначала одно, потом другое, потом третье. Я думаю, вот она в шоке, наверное. Но, типа, я же не просто так все это сую, знаете. Либо какого-то интересненького добавить и попробовать то все пятое, десятое. Когда она икает, я ей даю воду. Раза два в день, может, она икает, может, один. Ну, типа, бывает и кает, понятное дело. Все детки икают. И я ей даю водички. Водичка очень хорошо помогает от икоты. Ну, конечно, бывает, я ей даю грудь. Типа, думаю, может быть, это ей тоже поможет не икать. Но она, например, есть не хочет в этот момент. Но ее мучает икота. Она не скажет, что мучает. Раньше я ей не давала никакой воды. Она просто икала, потом переставала. Вот. Сейчас я могу ей дать воды. Она буквально, ну, не знаю, сколько. Глуточка, два, три сделает, может быть. И я просто не знаю, сколько они у нее большие. Вот. Но у нее проходит икота. Ей лучше. Водичка ей нравится. Но не так, знаете, что она прям всасывается в эту бутылку и не отпускает. То есть она прям чуть-чуть пару глотков сделает, потом может сама отпустить. И нормально. Ну что за сладкий мальчик. Что-то едем грустно снится, что ли, не пойму. Так, музыка наша. Кстати, довольно-таки долго музыка играет. Короче говоря, это первый. Первый раз, когда она в этой кроватке вообще спит и лежит так долго. Привет, ребята. Новый день, но, конечно, не новый влог. Продолжаем тот недолгий прошлый день, который я вам показывала. Хотя это было не вчера. В общем, сегодня уже 2 сентября. Хотя 2 сентября сейчас, знаете, сколько минут? 7 минут, как 2 сентября. Поэтому, по сути, сейчас даже могу вас поздравить с 1 сентября. Кто пошел в школу, на учебу, там, в институт. Еще что-то. В общем, поздравляю вас с началом. Блин, даже не знаю. Хорошо, если таким поздравляю. С концом типа лета, началом осени. Такое свое поздравление. Но все равно поздравляю с новым учебным годом. Хороших вам оценок. Не знаю, кто последний год учится в институте. Или вообще только поступил. Хорошо вам учиться. Доучиться, чтобы диплом учили. Молодцы какие. Такое позитивное начало. Короче, мы решили. Мне кажется, сегодня мы решили на дачу рвануть. Или вчера мы решили. Сегодня мы решили спонтанно рвануть на дачу. Ну, как спонтанно. Мы типа днем решили, а ночью едем. Но это все равно, извините, спонтанно. Мы это не планировали. Там, неделями, как я бывает, это делаю. Потому что надо же всякое подгадать, запланировать. Вчера к нам приезжал педиатр. Вот что я вам хотела рассказать. Потому что это очень интересное наблюдение. В общем, мы где-то 4-5 дней назад. Ну, нет, побольше. Побольше дней назад. Потому что неделю назад мы перестали Ане давать биогайю, беспомизану, пробную водичку. Короче, все перестали давать. Потому что педиатр сказала, что можно прекращать давать в 6 недель. Хотя нам уже 8. Ну, да, 8 недель. Хотя как так выходит? Типа очень странно. Типа 8 недель, но при этом ей еще нету. Ну, как раз через неделю будет месяц. В общем, 2 месяца. Педиатр была у нас дома. Мы пообщались по поводу того, как вообще мы двигаемся дальше. Какие нам дальше обследования нужно. Еще что-то. Так у нас все хорошо, слава богу. Ну, по всем обследованиям. То, что вот врачи к нам приезжали. Невролог, хирург, офтальмолог. Все супер. Единственное, что нам нужно будет еще сделать УЗИ головы. Вот. Ну, это просто как бы всем детишкам назначают. Надо будет сделать. Так что сделаем. И когда мы все перестали давать, то тебе ага и так далее, так далее. Потому что Анютке реально сильно лучше стало. Ну, я в начале блога говорила, что скорее всего у нее скачок развития. Но помимо этого ей стало реально плохо. Ну, то есть вообще кошмар. Вчера, позавчера был просто трэш. Ну, самый пик был вчера. Когда я ее кормила, она прям орала так, что вообще ужас. Короче говоря, когда у нас была вчера педиатр, я при ней кормила Аню. И педиатр увидела, как Аня орет во время кормления. Как это бывает. И сделала вывод, что это точно не потому, что, например... Ну, как знаете, бывает такая проблема, что детки кушают, грудь сосут, сосут. А потом им становится тяжело, лениво. Они из-за этого плачут, не хотят дальше. То есть это не эта история. Про поток молока сильный, слабый, это тоже не эта история. Ну, короче говоря, педиатр сделала такой вывод, что на самом деле действительно логично. Что ей больно именно в животе спазм, когда она глотает. Но так не всегда. Например, воду мы даем, и все нормально. А вот молоко как-то ей не очень, ну, не знаю, может быть, типа вода пофиг. Короче, суд не в этом. Просто педиатр сказала, что когда детишки сосут, у них в животе что-то запускается. Процесс начинает все там перевариваться, обрабатываться. И на самом деле я тоже слышу довольно-таки часто, ну, не всегда, но часто слышу, когда она глотает молоко, сосет, да, глотает молоко. У нее прям бурлит в животе. То есть прям очень хорошо слышно, что там какие-то действия происходят. Так вот, и вчера ночью, вечером даже ночью, не знаю, ближе к вечеру. Ну, короче, вчерашний вот такой день, можно сказать, был просто трэш. Потому что она ест. Хотя у нас уже вроде все стало, ну, реально лучше. Ой, я уехала куда-то. И вчера был просто капец. Мы со славой, ну, я не знаю, мне кажется, были на грани того, чтобы вообще слезу не пустить. Потому что очень, ну, больно и тяжело видеть, как твой ребенок мучается от того, что ему больно, от того, что он ест. И видеть, ну, короче, это на самом деле вообще, я не знаю, это такие... Я понимаю, что это нужно преодолеть и в какой-то степени, знаете, быть хладнокровным. Это звучит странно, но если каждый раз нервничать и плакать, когда ты видишь, что твой ребенок плачет, то ты просто сойдешь с ума. Она бедненькая, хочет кушать, глотает, отпускает, орет, потому что ей больно. И я как подумаю о том, что вот ей больно от того, что она ест, а она хочет есть. То есть она сама продолжает есть и доставляет себе боль. Короче, трэш полнейший. Мы сразу же вернули, ну, вот как раз вчера приехала педиатр, сказала, возвращаем из Пумизан, бегаю, все, короче, возвращаем. Мы сразу начали давать из Пумизан и уже ночью, я не знаю, во сколько я ее кормила. Может, в 3 часа ночи, в 4, вот так вот я ее кормила, она очень хорошо ела, спокойно, прям с кайфом. У меня прям, ну, вообще, не знаю, в общем, хорошо было на душе. Она хорошо поела, причем она так прям любит поесть у нас. Вот такая прям ням-ням, глотает вообще, прям усердно кушает. Любит, короче, она поесть, типа, это не то, что, знаете, она прям в голодухе. Но из-за того, что вот такие вот ситуации у нас были, что она ест, орет, ей тяжело, то у нас кормление вообще никак не могло быть по времени, потому что, ну, даже не то, чтобы по требованию, просто периодически я ее прикладывала, потому что в какой-то момент ей становилось лучше, и не было вот этих спазм. Ну, в общем, трэш полнейший. Как тут какой-то режим настроишь, когда вот такие вот штуки с животиком, ну, вообще. Как только мы подключили все это обратно, из померзана и так далее, ей прям сильно полегчало. И вот я говорю то, что в 4 утра где-то я ее кормила, уже хорошо ела. Потом с того момента я где-то раз 6 кормила, тоже было супер. И вот только сейчас под вечер я ее тоже кормила, и что-то она опять как-то покапризничала. Хотя мы сегодня и вчера уже из померзан, все, все, короче, даем как надо. В общем, в любом случае ей сильно лучше. Она сегодня прям супер, ну, не сказать, что супер спокойно, вообще ни разу даже не типа поплакала, нет, но вообще намного лучше, спокойней. Ну, и это одна из причин, почему мы тоже решили рвануть на дачу, так сказать. А перед этим, до того, как мы поехали сейчас на дачу, мы еще съездили в ресторан, поели стейки. Так что у нас сегодня прям хороший день. Так что сейчас мы едем на дачу, едем мы туда ненадолго. Так просто проветрится. И специально едем ночью, потому что сегодня пятница. В этот раз вроде едем плюс-минус налегке. Надо у Славы спросить, да? Вообще суперлайд. Налегке едем? Суперлайд. Да, потому что мне это что, говорит, мне только вещи собрать, а Слава все таскает, и он осознает, налегке это все или нет. Так что, короче, едем на дачу. Ехать нам всего час. Едем мы уже минут 15 как, вот, можно сказать, выехали только. Поэтому в чем прелесть ездить ночью, что быстро доезжаешь. Тут Анютка спит. Сладость наша. Еще педиатр наша, она потрогала Анюткины пятки, сказала, что они влажные, и назначила витамин Д в капельках. Вот, так что мы вместе с Биогай, получается, 5 капель Биогай, и туда 2 капли витамин Д капель, вот так вот она сказала давать. Что еще? По поводу кожи, то, что у нее сухая кожа, она сказала продолжать прям на все тело хорошо мазать 2 раза в день. Вот Лероши Пазе, вот этот вот липикарм, как он так называется. Ну, короче, его мазать. Как всегда по традиции, заедем во вкусный точка. А что, мы не доедем сегодня? Сколько там бензина? Ну, давай лучше завтра, если что. У нас все равно надо будет завтра за хлебом, не за хлебом, у нас ничего такого нет. Не, ну мы взяли продукты немножко так, но, по сути, короче, особо не объешься тем, что мы взяли. Что будет? Блин, я вообще не хочу есть, если честно. Нет, как ты тут. А я вот не знаю, что мне взять. Ну, в смысле, еду точно не хочу. О, Боже, я испугалась. Кстати, по поводу того, что мы Ане даем воду, я об этом в Селеграме рассказывала. И то, что, типа, ну, знаете, ей два месяца всего сейчас будет, а мы ей уже воду даем. Типа, что это такое вообще, ребенку не нужна вода. И вообще туда-сюда, и вообще из груди сначала идет вода. Я, конечно, с этим не согласна, но я долго сопротивлялась, потому что наши родители и педиатр, ну, не наш педиатр, а нам еще в роддоме сказали. Еще в роддоме нам сказали, типа, давать воду. Еще когда я была беременна, и мы ездили на консультацию с педиатром, мы, правда, опоздали на нее очень сильно. У нас было буквально минут 20. Ну, в общем, нам еще тогда сказали давать воду, прям вообще с первого дня, но мы, короче, так не делали, и воду, наверное, начали давать где-то с полтора месяца, вот так вот, и то она не сразу же прямо, знаете, вот бутылочку взяла, все, круто, классно. Ей абсолютно не зашла бутылочка от Вент, но ей зашла вот такая бутылочка от Пиджон. Блин, только началась снимать, Вивочка ушла, кусок приперся, опять жрет Вивен корм, а у нас ничего другого, типа, кошачьего нет, и кто-то напишет, что это неправильно. Но с другой стороны думаешь, что неправильного? Если кусок иногда приносит дохлых птиц, мышей, ну, типа, чем хуже собачий корм какой-нибудь крысы, ну, типа, знаете. Короче, мы приехали на дачу, сейчас довольно-таки поздно, Анютка не знает, что делать. Анютка, ты что делаешь? Я ее покормила, ну, грубо говоря, почти два часа, наверное, она не ела. Я ее покормила, дала сосульку, чтобы она пока валялась, пока мы будем с папой всякие дела делать. Вот, тут ее кроматка, не знаю, показывала вам, нет? То, что мы ее приставили, единственное, что она у нас не закреплена. То есть, если ее отодвинуть, то будет пропасть. Но она сама не подвинется, она довольно-таки тяжелая. Вот, ну, просто я не могу найти крепежи, они где-то на втором этаже, скорее всего. Что раскатывать? О, здрасте, здрасте, приехали. Ему, наверное, много, он наш высох, мы тут что-то забыли. Мы тут забыли подгузник с прошлого раза, и он высох весь. Самое главное, это разложить продукты первым делом. Мы не заезжали в магазин, мы просто прихватили все, что у нас было дома. Надо скорее заморозить вот эти котлеты. Они не успели разморозиться. У нас тут, кстати, нет никаких котлет, ничего вообще. Я давно, кстати, ничего такого не лепила, не кашеварила. Так вот я выгляжу. Кстати, девчонки, я начала худеть. Точнее, мой вес не стоит на месте. Вот такой вот у меня живот сейчас. Почти два месяца прошло после родов. Ну, можно сказать, что его нет, но, конечно, он есть. И бока, то есть вот эти вот штучки, они все есть. Жирки. Жирки и кошки. Все это есть, вот эти растяжки есть. Ну, тут теперь еще помимо растяжек добавилось от резинки, от штанов, вот это, это не растяжка. А так растяжки, вот, пяу-пяу. Четыре полоски. А куда это пушок, а не? Хочешь на младенца посмотреть? Она уже не младенец. А, надо тут свет включить. Так, ты не крутись давай. Спи. Это стульчик для кормления. Понятно, нам пока такое рано, но, по крайней мере, положить туда анютку, может быть, как-то удобно, если получится, знаете, рядом с нами где-то ставить. Может и ничего. Но, как бы нам это не горит пока, потому что у нас есть мистер Кокин. Мистер Кокин. Мы с собой сюда привезли. Помимо чипсов. А, это не то, а это подушка. Подушку для кормления, да, я без нее теперь никуда, потому что очень-очень она мне прям, во, зашла. А, вот оно, господи. Мы сюда взяли Бэби Бьерн. Потому что если вдруг начнутся какие-то адовые колики, ну, короче, нафиг надо, лучше с собой возить. Так что он легко складывается. Такой вот этот шезлонг. Очень классная штука. Опять же, такие мы вообще не пожалели, что ее купили. Вот реально. Короче, все, что мы купили, ни разу не пожалели. Даже вот этого единорога, которому вы покупали, мне кажется, в Амстердаме где-то. Или другого покупали. Я с ним никогда не игралась, но теперь играется. Все покупки нужны. Блин, надо тапки одеть, что тебе без тапок хожу? Короче, надо быстренько все раскладывать, класть на свои места, идти мыться. Слава включил отопление, включил горячую воду, потому что мы ее выключаем. Сейчас вода согреется, потому что сейчас крана будет течь холодная. Дома у нас довольно-таки тут чистенько. Хотя наверняка пыль какая-то налетела, пока нас не было. Хотя с чего бы, да? Но все равно что-то да есть. Тут у нас все есть. В принципе, мы даже ничего такого не брали. Я вообще никакую одежду свою не взяла. Единственное, за что я переживаю, за всякие лифчики удобные, если они у меня здесь. Что у меня только один тогда. Но это будет как бы не очень. Ну ничего, что-нибудь придумаем. Однако у нас тут все есть. Подгузники есть, пеленки есть, салфетки есть, сюда крем есть. Ну короче, вообще все у нас тут есть. Одежду у Нюткину я с собой всегда буду возить, потому что она может вырасти. Я не знаю, когда в следующий раз мы приедем на ночью. Вдруг в следующий раз мы приедем, и то, что мы здесь оставим, ей уже мало. Ну короче, понимаете. Я думаю, что какую-то детскую одежду мы сможем здесь оставлять только тогда, когда она подрастет. А это я заказывала на ВБ. Это, по-моему, 62-й, 68-й размер. 68-й, скорее всего. Кто сосульку теряет? Она стала пальцы свои облизывать есть. Я вам покажу в этом влоге. Короче, руки теперь в рот суют. Это ее новая умелка. Ее новая умелка познакомится с ручками. Мой котенчик мой. А еще вы, наверное, подумаете, зачем ты так закутываешь? Всего лишь 2 сентября. Хочу сказать, что у нас дома сейчас холодно. Потому что дом не отапливался вообще. На улице 16 градусов, по-моему, может даже меньше. Да, 16 градусов на улице. И дома тоже холодно. Потому что дом, он такой, он хорошо держит тепло. И если он остыл, он хорошо держит холод. Батарея будет долго нагреваться, потому что они чугунные. И нам их тоже когда-нибудь надо поменять. Тут вообще много чего надо поменять. Но пока что-то не горит. Что-то горит. В общем, не знаю. Это Анюткина. Это было Анюткина, теперь мое. Я им на прыщи мажу. Я рассказывала в каком-то влоге. Это то, чем мне нужно мазать Анютку. Вот это то, что я вам в машине говорила. Где тут написано? Липикарм. Липикарм. Да, Липикарм. Отлично. Она прям спит вообще. Прям как надо. Тут у нас миллиард сосок. Кстати, забыла в каком-то влоге вам показать. У нас их вообще, не знаю, штук, блин, 15, наверное. Ну, если по одной считать. У нас контейнеры четыре. Вот такие где по два. Один где один. По-моему, да. Если не больше. А еще мы не стали брать видеоняню. Прикиньте. Мы ей вообще не пользуемся. Потому что ребенок постоянно с нами в комнате где-то. Ну, и толк от этой видеоняни. Ну, она, конечно, может пригодиться, эта видеоняня. Но, если что, у нас тут есть камера. Которая раньше стояла. Мы же на даче камеры поставили. Я вам не рассказывала, кстати. Тревожный чемоданчик, так называемый. Сулочка, в которой есть влажные салфетки. Три подгузника. И сменный костюм. Я это с собой ношу. Всегда. Для Анютки. Не успела оглянуться. Она уже свои руки поедает. Это удобно. Потому что, если выпала соска, она сразу не начинает орать. Она сначала свои руки ест. Да и вообще не орет. Сосульки. Так, теперь рассказывать. Я оказалась на даче. Знаете, такой прикол. Ребенок засыпает в одном месте, просыпается в другом. Подари улыбку маме. Такие ухооряки. Три-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ты там не раскрывайся. Тут холодно еще. Все. Смотри, Вев, какая тут кочерыжка лежит. Узнала? Слава её Басюлкина называет Потому что как-то раз врач перепутал И спросил, типа, Басюлкина Ну, фамилию На самом деле Басюл Конечно же, не Басюлкина Он подумал, что Басюлкина И он её Басюлкиной называет Басюлкина, Анна Чеславна Анна Чеславна Анна Чеславна Она как будто бы на трубе какой-то, на флейте играет Вот ей флейту туда поставить И вообще красота будет Анна Чеславна Гу-гу Мы со Славой угораем, что когда она будет старой бабушкой И будет жить в день на даче К ней будут обращаться так Анна Чеславна Анна Чеславна, у тебя картошка выросла? Анна Чеславна, когда лучше сажать лук? Пусёк на втором этаже чили Да ладно? Видишь, какая яркая? Как твой товарищ Такая вот у нас игрушечка есть Ярик подарил Дяде Анюрке Который крёст на её будет Напоминает твоего товарища? Я так её игрушку любимую называю товарищ Охренеть, я снимала Представляете, у меня выдала камера ошибку карты памяти И всё, что я снимала, не записалась Короче, что я рассказывала? Я уже не помню, что я рассказывала Рассказала то, что Анютка уже, наверное, хочет Там, не знаю, подгузник, не подгузник Он глаза себе ковыряет Всё вообще, короче, ковыряется Своими руками у неё новое хобби Она теперь узнала, что у неё есть руки, которые можно к лицу тянуть Развивашки всякие прикольные Хотела сказать, что стараюсь всегда её класть отдельно спать У нас есть вот такая классная кроватка Вот такой клёвый пледик Игрушечки Всё, вот эта хрень у нас с шеей нагибается Ой, вот Все вот эти игрушки, мобили Она уже всё это видит, всё это смотрит Ей-то капец интересно В Москве у нас офигенный вот этот мобиль Который я заказывала на ВБ С яркими игрушками Она его просто обожает, тащится по нему Короче, я записывала и рассказывала то, что у меня грязная голова Которую я мыть сегодня не буду Конечно же, потому что уже, наверное, почти 2 часа ночи Ну нет, 2 часа, наверное, уже Вот Просто смою макияж У меня в ванной работает обогреватель Вот такой Тут уже тепло Потому что я его включила Ну не сразу, как мы приехали Ну вот, не знаю, минут 10, наверное, он уже греет Тут уже прям офигенно Тепло, прям класс Так что в Москве у нас тоже такое есть Вот что я записывала, рассказывала на том кадре Который удалился весь какого-то хрена из-за флешки Вот, у нас тоже такое в Москве есть Потому что все равно не хочется ребенка в холодную комнату Особенно зима сейчас будет Хотя будет, наверное, жарко в квартире Короче, в любом случае Должно быть тепло В общем, я с вами на этом прощаюсь Но я думаю, завтра я еще продолжу снимать этот влог Потому что я в этом не так уж много вам показала Рассказала Я думаю, что сделаю этот влог такой Ну, типа не то, что полноцельный Хотела сказать Но вот все, что на даче мы будем Буду здесь снимать Не буду еще из этой поездки делать еще один влог Короче Давайте до завтра Я пошла смывать макияж Потом заниматься младенцем Блин, она уже скоро не будет младенцем Или она уже не младенец? Надо посмотреть, до какого месяца неделя считается младенец Могу у нее показать вам эту прелесть Которой нравятся все игрушечки Она на все смотрит, залипает, хихикает Куда-то бизит Куда бизит Мы ее укутали, потому что еще холодно Хотя батарея горячая Но все равно так быстро дом-то не нагреется Вот и я тоже Тут еще звездные проекты Какая классная Да, круто, мы от подарем ее Да Бабушка подарила Вообще все игрушки И штучки, которые бабушке дарят Анютка обожает А ванны у нас висит Где мы ее в Москве меняем Ну, подгузники, все Вот такой же, только другой Его моя мама подарила И Анютка всех их обожает Все игрушки от бабушек обожает Короче, мне нравится вот у этой игрушки Вот этот жирафик прикольный С проекцией звездочек Прям офигенно Но вот эти планеты, конечно Не, ну все равно, я думаю, ребенку интересно Но если уж говорить про яркость То как будто бы маловато яркости Что? Что это за фильм? Я все фильмы называю фильмами Еще не знаем, что за кино Ну, возможно, сейчас его будем смотреть Потому что нам пофиг, у нас каникулы По жизни Эту эскимошную мороженку завернули Но она все равно своими ножками Шмяк-шмяк делает Славе говорю, что вот эту игрушку Ярик подарил Дядя Анюткин И она сейчас тоже ей будет интересна Потому что в прошлый раз, когда мы ее показывали Ей было как-то до фени Ну, потому что она особо не обращала внимания На такие штуки Вот, потом я ее беру, накрываю Сейчас вот Славе говорю Накрываю вот этим пледиком Я говорю, а этот пледик Надюшка связала С миру по нитке Все, но это нам подарили Хэппи-бэби нам кроватку подарили Так живела, Манютка Ребята, всем привет Новый день Вчера я, кстати, не снимала Вчера я некую уборку наводила дома У меня постельное белье Погладила Две стирки сделала Слава все повесил Что еще было у нас интересно? Я пропылесосила Пыль протирала Типа уборка Голову помыла Посушить так и не нашла Времени Днем помыла Ночью она уже была сухая Так что норм Пью компот Сейчас времени уже много Мы спим тут долго Кайфуем, высыпаемся Вообще, Анютка хорошо спит Вчера она спала 4 часа Ночью Даже, может, 4 с половиной Ну, типа, не просыпаясь, но покушать Сегодня она спала По 3 с половиной часа Ну, короче, вообще улет Спит Когда не спит Сосет пустышку Когда не сосет пустышку Сосет свою руку Короче, класс Если ей скучно Вон, игрушки смотрит С ними играется Взрослеет девка Я накрасилась Хотя, блин Так себе все равно Замазать не удается То, что хотелось бы Идеально Ну, что поделать Каждый день Два раза в день Я мажу Аню Я вам говорила, чем Вот И голову тоже мажу Чтобы вот эти вот ее штучки Поскорее уходили С волос С головы Ну Честно Ехать за кофе С ребенком Так себе Я могу сам поехать за кофе Это можно просто не ехать за кофе Ну, если мы пойдем куда-то еще Тогда можно Ну, понятное дело Так я и говорю, что Так, скажи, куда ты хочешь Да я никуда не хочу Там-то дела Точно, да я же не знаю А где там гулять? Там негде гулять Нет, там есть где гулять То есть, с таким же успехом Здесь можем погулять С семечками, например Еще и Вилу гулять Вилу в шоке Раньше она не стояла Вообще под вопросом Куда ты ее защищаешь? Ну, блин Ну, не можно ребенка здесь оставить? Типа Сегодня мы берем с собой Вилу Завтра с собой берем ребенка Да не Мы и Вилу с собой везде берем Короче Склифосовский Анют Не просыпайте Пошлите тюльки кушать Вот Лизит Зацените Какое у нас пустильное бельишко Чудо Маленькая печенюга Это 56 размер на ней Костюмчик И он уже прям Ну, настолько впритык Что уже все Уже Я не знаю Как мне ноги приходится Изворачивать, чтобы запихнуть Ну, просто Чтобы по размеру залезло Поэтому я решила Для себя И для Анютки Что как мы вернемся в Москву Я меняю ее гардероб На 62 размер Потому что это уже просто невозможно А 62 костюмчик Вот у нее тоже есть От этого бренда И он ей слегка Велик Слегка Прям совсем То есть вообще Я даже не знаю Как она в этот влезает Ну, вообще мы ее не замеряли Надо замерить Чтобы наверняка узнать Сколько она Ну, это и по одежде Можно понять В общем, сейчас я ее Покормлю Правда, она кемарит Но мы хотим пойти погулять С другой стороны Что, мы 2 часа, что ли, будем гулять Не знаю, как быть Я ее кормила 2 часа назад То, что я типа Кормила ее 3 секунды Не обращайте на это внимание Потому что я просто Я не засекаю Сколько я кормлю Я просто потом Вот так вот захожу Хоп-хоп Типа нажала И типа стоп Чтобы просто мне знать Когда я ее последний раз кормила Ну, и сон тоже Я днем не засекаю Только ночью я его засекаю Ну, бывает Засекаю типа днем Но в основном Такое можно Лучше засечь Именно ночью Вот она спала С 2 до Какого там С 2 до 5 Сначала 3 часа она спала Потом 3 с половиной Ну, и потом еще она спала Я уже не засекала тоже О, карапунья Кушает она хорошо Слава Богу В туалет тоже, слава Богу, ходит Потому что это у нас всегда Тоже такое главное Чтобы и с этим было все в порядке Вот Еще хочет глаза себе выковырять Ты мой голюшенький Кукушечка моя Будешь кусить? Ну, не надо плакать Ты заблудилась А мама тут Гу-гу Кусить будем? Гу-гу Скажи гу Гу Давай Гу Ну, скажи гу Малыш Скажи гу Ой, какие мы недовольные Давай, давай Где твой товарищ? Балди к своему товарищу Вот он, мой товарищ Перед тем, как ее покормить Я ее на животик кладу Но Не всегда, конечно, я ее кладу на животик Иногда это ночь И надо скорее-скорее Иногда просто забываю Но в день раза четыре Ну, даже больше бывает Я ее выкладываю на живот Даже если не кормлю А уже, там, не знаю После кормления Но не сразу, конечно А через, не знаю Может, час Полтора Чтобы она полежала Вот так вот Мышь типа качала Качала Да Бу Гу Скажи гу Оп Вот так из помизянчик Мы слезали И будем сейчас кушать Вчера один раз все-таки было такое Что она кушала И пару раз кричала Спазм какой-то был Не знала, когда это закончится Ну, это, конечно, полнейший трэш Просто в голове не укладывается, что Короче, это все очень сложно На самом деле Я не понимаю, как это работает Потому что мы ей до этого тоже давали Испомизан И она до этого тоже кричала А тут вдруг ни с того, ни с сего Когда мы отменили испомизан И потом заново начали его давать Все хорошо Типа вот она сейчас кушает Спокойно Скорее бы это уже закончилось И ребенок спокойно ел И без испомизанов И без спазм всяких Ну, это, наверное, период Который тоже нужно просто пережить Пройти Наконец-то мы вышли погулять И можно посмотреть, что у нас вообще тут Во дворе Ой, гортензия как выросла И вот эта как выросла Но цветочков так и не дает Все в листьях Надо будет подмести Вон какая огромная разрослась Гляньте Чудо Ух ты Появились оттенки Ну ладно Я ее в следующем году уже подожду Красоту Она должна быть такой пышной, красивой Ну ладно Уж в этом году чего ждать Учитывая, что в том году мы ее сюда пересадили Конечно, она немножко Пострадала Зато травка какая густая Мамочки На улице не жара Ну и не холодно Я все равно в жилетке Вот Но мне комфортно В принципе Смотрите, кого мы встретили на дороге Такая медленная Вот бы ее на таймлапс записать Жить смотрит на него всю дорогу Ай, у нас тут листьев полно и полно Подметать, не подметать Так устала, если честно Хочется пить прохладительный напиток Сидеть на качалке У нас свежие ватухи С другой стороны листья не так уж и долго убирать Мам, так нога болит Пойдем посидим Короче, девчонки И мальчишки Я думаю, у меня упадок сил Не знаю, как это называется Но у меня вообще абсолютно неохота ничего делать Охота просто лежать Вообще ничего не хочу делать Нога болит Ставь Компот Тебя убери на кухню Ты что там убирать? Скоро все равно на галину Да, я через минуту Вот, да Жарить шашлыки Ничего мне неохота Телефон садится Кстати, телефон заряжала Вчера последний раз Ночью И настолько редко пользуюсь телефоном Потому что У меня и нет времени И желания в нем сидеть Ну, типа, не Я могла бы, например, пока ребенок спит Лежать на кровати И в телефоне сидеть Ну, могла бы, конечно Ну, такое Не весело как-то Мне бесит то, что я сегодня накрасилась Я вообще не хочу краситься Потому что мне неохота Пытаться замазывать прыщи Которые не замазываются И неохота ничего снимать, если честно У меня упадок сил Я же говорю Вчера мы смотрели кино Ты помнишь, как называется это кино? Беспонтовое Короче, то, которое я вам показывала Трейдер-кусочек Когда мы приехали на дачу Ужас Ужас Вообще Беспонтовейший фильм Ну, нет, типа Короче, все равно не зашло Не зашло, и все Вот сейчас Анютка лежит, спит Сама захотела спать Я ничего для этого не делала Причем она на улице нифига не спала Что за хрень? Только ее домой занесла Уснула сразу на кровати Я даже ее не смогла нормально Ну, не к ней на кровать Ее положила Просто положила на кровать Думаю, сейчас ее распеленаю Ну, она у меня не запелененная, правда Ну, просто Короче В итоге она просто вырубилась Все Лежит там, кемарит Хотя откуда мне знать, что он делает? Видеоняни-то у нас с собой нет? Может лежит там Пальцем сосет Грустит Да не, спит, наверное Короче, это я к чему? Что пока она лежит Я могла бы какие-то полезные дела Поделать Что-то поразбирать Поубирать Не знаю Подготовиться к чему-то А котлеты мы есть не будем? Если я еще что-то не буду И так всегда Надо всегда просто Жарить четыре котлеты И все А еще у нас появилась Некоторая проблема Пульт Для счетчика Который висит у нас на столбе Перестал работать Представляете? У меня тут и взрослой жизни Уже голова кругом Давай лучше послушаем Бременских музыкантов Ладно, попрощаюсь с вами На случай, если все-таки У меня Не будет желания Дальше что-то сегодня снимать Хотя это вообще Такой бред Накрасилась В итоге ничего толком Нормально не поснимала Но все равно Я думаю, что этот влог Достаточно вышел По времени Чтобы Чтобы не жаловаться В комментариях Так что спасибо Что смотрели это видео Надеюсь, что оно вам понравилось Если так То ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на мой канал Будьте счастливы Всего здоровья Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok